Болгария и Греция получили порядка 70 километров труб для прокладки интерконнектора IGB. Трубопровод призван осуществлять поставки азербайджанского газа по южному газовому коридору, а далее через Грецию в Болгарию. К этому времени проложено 7 километров труб. По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, несмотря на пандемию коронавируса, строительство продолжается в соответствии с графиком. Строительство межсистемного газового соединения Греция-Болгария имеет огромное значение для нашей страны и для региона Юго-Восточной Европы. В рамках развития южного газового коридора Болгария и соседние страны получат доступ к альтернативным поставкам из Каспийского региона, а также к существующим или запланированным терминалам жиженного природного газа. IGB предоставит возможность присоединиться к другим проектам, таким как терминал СПГ в Александрополисе, а также проекты в Израиле, Египте и других странах. В мае приступили к сварочным работам. Реализовано порядка 50% работ по ручной сварке. Работы по автоматической сварке начнутся в ближайшее время. По маршруту интерконнектора очищено около 50 километров земельных участков, из них 35 километров по территории Болгарии, остальная часть – Греции. Поставки топлива важны с точки зрения развития отношений между Южной Европой с поставщиками ЮГК. Коннектор Греции и Болгарии может иметь несколько важных аспектов своей деятельности. Во-первых, труба будет востребована действительно для того, чтобы запускать газ с Азербайджанского месторождения Шаг-Денис-2 до Болгарии. И, соответственно, связывать Грецию и Болгарию, и будет получать по 1 миллиарду километров газа в год с Шаг-Дениса. Также можно сказать, что этот газопровод имеет значение с точки зрения общего развития связанности газовых сетей Европы. Вот тот газ, который пришел в сжиженном виде в Грецию, и был регазифицирован, и дальше пошел в Болгарию. Болгария даже вкладывается в те компании, которые будут расширять мощности по приему сжиженного газа в Греции. Большинство труб по проекту сварены со стороны греческой Коринс Пайпфоркс. Она же в ответе за их поставку. Поставки были распределены по пяти основным этапам, первые два из которых завершены. Производство третьей крупной партии ведется на заводе компании в Биотии, Греция. Длина интерконнектора Греция-Болгария – 182 километра. Из них 150 километров пролегает по территории Болгарии. Пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 миллиардов кубометров в год. Гюльнас Косымова, CBC Во втором квартале 2020 года ВВП США может сократиться на 20%. При этом уровень безработицы может вырасти до 25%. Об этом в интервью CBS News заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. По его словам, американцам может понадобиться больше усилий от Конгресса и Центробанка. Джером Пауэлл отмечает, что принятые меры обеспечат экономике страны подъем. Кризис не будет затяжным, как в 30-х годах прошлого столетия. Нам потребуется некоторое время, чтобы вернуться к нормальному уровню экономики. В долгосрочной и даже среднесрочной перспективе вам не захочется делать ставки против экономики, поскольку она восстановится. Люди вернутся к работе. Уровень безработицы снизится. Всё это может растянуться до конца следующего года, точно нам неизвестно. Мы сейчас обеспечиваем возвращение к работе субъектов бизнеса. Теперь каждый из нас должен принимать меры, которые защитят нас от дальнейшего распространения вируса. Кроме того, глава Федрезерва отметил, что восстановление экономики зависит от уровня медицины, от создания вакцины и масштаба второй волны пандемии. В середине марта за пособиями по безработице в США обратились свыше 36 миллионов граждан. По предположению Джерома Пауэлла, правительству придётся продолжить финансовую поддержку американским семьям ещё на период от трёх до шести месяцев. По данным ФРС «Атланты», падение ВВП США во втором квартале может составить 42%. Власти рассматривают выделение ещё одного пакета помощи финансовых средств. Ранее Конгресс предоставил около трёх триллионов долларов в фонд спасения. Самира Розаева, CBC. Согласно официальным данным, ВВП Японии в первом квартале года с учётом сезонных колебаний сократился на 0,9%. При текущей динамике, по словам экспертов, к концу года ВВП может сократиться на 3,4%. В Кабинете министров отмечают, что период с апреля по июнь окажется худшим, поскольку ситуация является крупнейшим кризисом со времён Второй мировой войны. Объём потребительского спроса в январе-марте снизился на 0,7%, объём экспорта – на 6%. На самом деле Япония не стала ужесточать ограничения на деятельность наземных транспортных средств, и мы действительно не видели снижения мобильности до апреля, когда правительство объявило чрезвычайное положение. Поэтому спады потребления, которые начались в марте, не худшие. Мы ждём данных за апрель. В показателях ВВП большой спад зафиксирован во въездном туризме. Когда мы получим данные по ВВП за второй квартал, это будет значительный спад, произошедший в апреле. Ранее официальная газета Japan News опубликовала исследование Института японской страховой компании. По информации издания, в связи с введёнными карантинными мерами, ВВП Японии в текущем году потеряет примерно 45 триллиона йен – более 423 миллиардов долларов. В настоящее время чрезвычайный режим продолжает действовать в Токио, Осаке и ещё шести перфектурах Японии. Возможность его полной отмины будет обсуждаться 21 мая. Отметим, что рецессия экономики Японии началась ещё до введения чрезвычайной ситуации со стороны властей, когда повысили налоги, а также произошли стихийные бедствия – обрушились тайфуны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова